Я вообще с детства была таким ребенком, борцом за справедливость. Я всегда хотела на самом деле быть или следователем, или прокурором. Даже в детстве во дворе всякие там разборки устраивала, то есть решала все по справедливости, чтобы вот все было. Ну, а поскольку, видимо, такое природное желание постоянно быть людьми, помогать им, оно навело меня на мысль о том, что, может быть, мне стать психологом. Мне было страшно. Я вообще не понимала, как мне общаться с этими людьми. Ну, это на самом деле такой стереотип, который существует у каждого человека, наверное, который, скажем так, видит людей с инвалидностью, но не приближается к ним на расстоянии вытянутой руки. Если с ними общаться на равных, вот я это для себя четко усваивала. Не надо вот как бы вставать на ступеньку выше, что вот ты иной, а я вот лучше тебя, потому что у меня нет ограничений по здоровью. Нет, надо становиться на один уровень и общаться на равных. Тогда все получится. Мы в клубе не только проводим регулярные занятия по творческим направлениям, но еще организуем мероприятие массовое. То есть это тоже такая вот работа. Я, наверное, уже научилась быть и режиссером, и сценаристом, и где-то оператором. На базе нашего учреждения создана инклюзивная творческая лаборатория. Это федеральный проект, придуманный в России. И одно из направлений этого проекта – это вот такие вот инклюзивные лаборатории, которые созданы в каждом федеральном округе нашей страны. В Московской области их две. Это наша Одинцовская лаборатория на базе нашего учреждения и еще в Раменском. Цель этих лабораторий – создать условия для творческого самовыражения людей с инвалидностью и потенциальные возможности для них, скажем так, реализовать эти свои творческие навыки и умения, которые они приобретают, уже в экономическом плане. То есть чтобы они могли что-то зарабатывать себе на жизни. В ближайшее время мы, по крайней мере у нас-то в планах, провести большую конференцию. Ну, пока в рамках округа, но потом, возможно, мы расширимся до области, чтобы вообще понять, что есть на нашей территории, какие есть организации и учреждения, которые работают с инвалидами, и каким образом мы можем как-то посотрудничать. Мне хочется развивать клуб, не останавливаться на том уровне, который сейчас есть, хотя это тоже все очень хорошо, правильно и важно. Ну, вот это вот направление инклюзивных лабораторий, которые ориентированы на взрослых людей с инвалидностью, я считаю, что это, наверное, вот с прицелом на будущее, это приоритетное направление нашей работы. Мы будем к этому идти, это очень важное направление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова